Имя Геннадия Кацова знакомо многим, но постарайтесь найти хотя бы одного человека, который никогда не читал или хотя бы не слышал о его газете «Печатный орган», или не бывал в уютном кафе «Энивей», или никогда не слышал о классных вечеринках, которые организовывает клуб «Энивей». Ко всему этому Гена имеет самое прямое отношение. И сегодня Геннадий Кацов, литератор, бизнесмен, человек с интересным прошлым, замечательным, настоящим и, как нам кажется, интригующим будущим в гостях у передачи «Ассорти». Русские в Нью-Йорке. Сифа Абрамовна Седов, Гена Валерьевна Маркиш, Наталья Викторовна Шварц, Глеб Константинович Кацюба, Аркадий Викторович Швец, Луиза Соломонна Дзюба, Ирина Вольфовна Светлов, Роман Петрович Плетенецкий, Захарий Игоревич Блох, Майк Даниилович Теплицкий, Джордж Леонидович Сигал, Марла Наумовна Синичкин, Джеки Арнольдовна Шагал, Шарлотта Борисовна Чепилюха. Меня воспитывала, конечно, школа, пионерия, комсомол, потом меня выгоняли из комсомола, потом опять принимали. В общем, такая трудная судьба российского подростка, украинского вернее, поскольку я родился на Украине, я родился в Крыму. А потом я образовывался, то есть у меня первое образование кораблестроительное, я стал корабелом, а потом у меня было образование журналистское, я закончил университет. А потом я ничего не делал, поскольку после этих двух образований я понял, что места вот в том социуме, который я себя представлял в то время, Советский Союз, мне не найти. И поэтому я пошел и прекрасно проработал три года сторожем, я работал сутки через трое, публиковался на Западе, делал передачи на BBC и прекрасно жил, получая, по-моему, 125 рублей я получал раз в три месяца, а так в основном зарплата была 95 рублей в месяц. В 33 года я попал сюда, и это соответствует определенной традиции, я понял, что нужно начинать вторую жизнь, я не могу сказать, что особенно как-то меня притязали, особенно за мной охотилось КГБ, я не могу сказать, что экономически у меня были особенно трудности какие-то, нет, это в общем-то была охота к перемене места, я понял, что 33 года, пора менять место, и я переехал сюда. Идет по улице один доминиканец, он просто так себе идет куда-нибудь, всю ночь он танцевал у нас под домом, и музыка звучит в его ушах, ему навстречу пуэрториканец, идет весь без руля и без ветрил, всю ночь он под соседним домом под грохот музыкальный танцевал, а рядом будем всячески корректны, выкрикивая блюзовые свинги, афроамериканец движет сам себя, здесь его родина, ему здесь все простят. И вот он я, выходит из подъезда, бубня себе мотивчик неплохой, он тоже ночь не спал, поскольку снизу гремело, танцевало и жилось, ему до лампочки куда пойти податься, он лыс, он много лет не высыпался, и видно, оттого его английский не так же совершенен, как у всех. Вот он идет, конечно, в ритме вальса, и чувства румбы вместе с тактом рэпа одолевают всю хаванагилу, которая за ночь в нем накипела, а рядом мелкою походкой отличниц идут хасиды шумною толпою, читая во все школьное одеты на память главы Торы без шпалагалок. И надо бы кого еще отметить, но что сказать с утра и с недосыпу, ведь это все портреты, все лишь шаржи, а жизнь, она намного шире и верней. Мне недавно брал интервью такой журнал European, и под заголовком мое интервью было написано, в то время, то есть имелось в виду советское время, для нас иностранцами были люди из Болгарии, а американцы вообще были инопланетянами, людьми с Луны. То есть я Америку, в общем-то, представлял, как, ну где-то там она на Луне, может быть даже с ее темной стороны. Как я себя, допустим, попал в Китай, ничего мне непонятно, еда мне не ясна, о чем говорят люди, так же непонятно. Непонятно ни традиции, ни культуры, о чем они мыслят, зачем они ходят в дэнсинг-клаб, зачем они посещают бары и напиваются невыносимым пивом Бадвайзер, я не мог понять. И поэтому я понял, что лучше всего воспринимать эту страну, как некую в заоблачных высях планету. И так я к ней относился, и оказывается, что вот так вот взгляд со стороны, такая фаусовская дистанция, это единственная возможная дистанция, чтобы понять человека, понять страну. И вот так мне удалось как-то влиться во все, что здесь существует. Баскетбольная площадка, на которой много негров непременно попадают в баскетбольную корзину. Я же мимо прохожу. Супермаркет, магазинный, по которому гуляют покупатели с корзиной, чтобы потом стоять у касс, мне не надо ничего. Сетка летнего сабвея, по которому проходит поезд, ели 2-4 по маршруту вески 6, мне не ехать никуда. Улиц строгая система, вдоль которых одиноко негры, городские корни, просто так себе лежат, просто так себе лежат. Самолет на бледном небе из Лагвардии гуляет, голиком по небоскребам и на JFK летит. Осторожно там смотри, я хожу уже который год по этому району, нам еще здесь не хватает днем воздушных катастроф. Основная моя мечта, она была реализована на нескольких стадиях. В 85-м году я бросил курить, то есть я не курю уже 12 лет. Теперь моя следующая американская мечта бросить пить. А третья мечта, которую мне категорически, я представляю, будет очень тяжело реализовать, это пойти в клуб Health Club и ходить туда хотя бы 3 раза в неделю. То есть вот эта мечта уже, она, конечно, практически недостижима. Я не знаю, насколько мне удастся реализовать мою третью американскую мечту. Но бросить пить, я все-таки надеюсь, в ближайшие лет 10-15. Я очень люблю смех, смеховая культура, ну вот в таком бахтинском понимании, это очень глубокая вещь. Поэтому все, что я пишу, я считаю, что я пишу это серьезно. Я даже иногда, честно говоря, я даже когда пишу-пишу, потом я заберу и сам начинаю смеяться. То есть настолько неожиданные для меня какие-то ходы, что мне само это кажется странным. Потому что начинал-то я писать серьезную вещь, и вдруг получается вот такая веселая штучка. Какие милые китайцы, все в Чайнотауне живут, они весь день готовят рисы и всем кивают головой. А тут же рядом итальянцы, все в Литл Итали живут, они весь день готовят пиццу и всякую прочую лапшу. А близко гомики смешные, все в Гринвич Вилледже живут, они весь день готовят ланчи, друг дружку гладя по плечам. А дальше добрые латинос, легко в Иствилледже живут, они вас угостят текилой и что-то томное споют. А по соседству украинцы широ и правильно живут, они весь день едят галушки и запивают их борщом. А за мостом у Элембургским евреи древние живут, они весь день мацу готовят, с гефилтофишей едят. А дальше радостные негры в Редхуке весело живут, они попкорн удачно жарят и разные там барбекю. А чуть южнее много русских на Брайтон-Бич вовсю живут, они вас встретят хлебом с солью и водкой, водкой угостят. А много дальше в океане, за статуей свободы сразу, там, говорят, есть австралийцы, что с европейцами живут. Их немало европейцев, они в другой футбол играют и что-то там не то едят. Да нам ведь и неинтересно, у нас есть всякое питание, нам и в Нью-Йорке хорошо. Если говорить о стиле, вообще о стилистике, то это гротеск. То есть мне гротескный мир, он нравится. Я всегда любил Франсуара Бле, я всегда любил какие-то вещи несовместимые, гротескные. И мне нравятся шаржи, мне нравятся карикатуры. В принципе, мой Нью-Йорк, который я описываю в каких-то своих текстах, а это не все стихи, как у нас принято в села Батоники, то есть ритмованный стих с определенной рифмой, то, в общем-то, в текстах. В текстах я совершенно спокойно отношусь к Нью-Йорку, как, с одной стороны, к отцу. Папа, который курит, пьет, ходит с ножом, с пистолетом по улицам. Такой папа у нас. Мы все его дети. С другой стороны, я отношусь к нему, как к ребенку, поскольку Нью-Йорк тоже нуждается в понимании. Он как подросток, такой взрослый, почти 400 лет этому подростку, но так, как Нью-Йорк себя ведет, в общем-то, в нем это выдает какие-то еще и вещи, явно связанные с подростковыми комплексами. В общем-то, такая нормальная вещь. И, кстати, это очень близко мне, поскольку мы, приехавшие из России, должны понимать, что такое подростковый комплекс. Там вся страна как подросток ведет себя. Вот, и когда мы сюда приехали в Нью-Йорк, то мне, например, это было очень симпатично. Какая разница, в Москве или в Нью-Йорке, комплексы-то одинаковые. Вот, поэтому, наверное, как-то проявляется вот гротеск в том, что я пишу, хотя я хочу писать очень серьезно, очень глубоко. Вообще, высказывать какие-то значительные мысли. Может быть, они получаются, но они получаются вот в таком вот ключе. Ген, говорят, что в Америке все есть. А чего тебе не хватает в Америке? Ну, во-первых, до того, как я приехал в Америку, в Америке не было меня. Так что я считаю, что это серьезная, неправильная формула. В Америке все есть. Вот. Теперь, пожалуй, все есть в Америке. Так что я спокойно отношусь к тому будущему, которое нам всем предстоит. А сейчас слово спонсору нашей передачи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА